Жил-был богатый купец, у которого было три дочери. Младшую из дочерей звали Красавица. Сестры не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды отец собрался поехать в город и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие сестры попросили платье и украшения драгоценные, а младшая — розу алую, самую красивую в мире. Призадумался купец, но пообещал, что сделает все возможное, чтобы найти такой цветок. И отправился в путь. Быстро отец нашел подарки старшим дочерям, а для младшей никак не может найти. Каждая роза, которую купец встречал на своем пути, была краше предыдущей, где он только не искал. И вот привела его дорога в густой лес. Там было очень темно и холодно. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, купец увидел огромный старинный замок, весь в золоте и бриллиантах. Войдя в его ворота, он зашел в зал, полный драгоценностей. Видит, посреди зала стоит стол, а на нем каких только блюд не было, и вся посуда из серебра и золота. Но в замке было пусто, никого не было. Купец подумал, что хозяин, наверное, придет с минуты на минуту. Он прождал час, два, три, никто не появлялся. Не выдержал купец и сел за стол. Наевшись от пуза, старик отправился в путь. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст небывалой красоты и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал и сорвал самую красивую розу. В ту же минуту блеснула молния, ударил гром, раздался рев и вырос, как будто из-под земли перед купцом. И не звери, не человек, а какое-то чудище, страшное и мохнатое. Оно было слишком злое, что купец сорвал его любимый цветок, вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за гостеприимство. Старик очень испугался и сказал, что сделает все, что угодно, лишь бы тот не убивал его. За такой проступок чудовище согласилось взять в жены одну из его дочерей. Но только ту, которая сама захочет приехать из любви к отцу. А если ни одна не приедет, то смерть в отцу. Погоревал старик и решил поехать домой, попрощаться со своими дочерями. Не хотел он ни одну из них отдавать за лютого зверя. Сел на коня и отправился домой. Встретив детей, он отдал всем подарки и рассказал про свои приключения. Старшие сестры накинулись на младшую, мол, это она во всем виновата. Заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью. На что красавица ответила, что с радостью поедет к зверю вместаться. И вот на следующий день красавица отправилась в путь. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол с изысканными винами и кушаньями. Красавица подумала, что чудовище хочет съесть ее, поэтому и откармлива. Как только она пообедала, раздался рев. И появилось, как будто из-под земли, чудище страшное и мохнатое. И сказала чудище красавице, что раз она сама сюда пришла по своей воле, значит, доброе у нее сердце. И поэтому монстр будет так же добр к ней. И на этих словах чудовище исчезло. Проснувшись утром, красавица решила прогуляться. Войдя в одну из комнат, она увидела надпись на столе. «Все, что красавица пожелает, я исполню». Девочка подумала, что все-таки монстр добрый, и, наверное, он не собирается ее есть. Так они жили долгое время. Чудовище очень хорошо относилось к красавице и выполняло все ее желания. Однажды девочке приснилось, что ее отец болен. Ей очень захотелось навестить его. Красавица слезно попросила чудовище отпустить ее и пообещала, что обязательно вернется обратно. Монстр ответил, что она свободна и может вернуться, когда захочет. На следующий день красавица надела свою самую дорогую одежду и пошла к отцу. Он был очень рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да еще и разодета, как королева. Спустя неделю красавице приснился сон, что чудовище лежит в парке на траве и умирает. Она в ужасе проснулась и решила срочно вернуться и вылечить его. Когда девочка подошла к замку, она увидела на траве бездыханное тело чудовища. Ее сердце разрывалось от жалости. Красавица кинулась к нему со слезами и поцеловала его. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром, весь замок озарился ярким светом и всюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший принц. Он рассказал красавице, что эта злая фея заколдовала его и превратила в монстра до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит его и не захочет выйти замуж. Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. На следующий день красавица с принцем обвенчались и зажили долго и счастливо. Вот так доброе сердце может разрушить злые чары. Жила-была маленькая девочка. Женился как-то ее богатый отец на злой мачехе. Поселилась она в доме со своими двумя дочерями. Были они лицом красивые и белые, но с сердцем злые и жестокие. И настало тогда тяжелое время для бедной девочки. С утра до самого позднего вечера заставляли ее исполнять черную работу, носить воду, топить печь, готовить еду, мыть посуду и стирать. А кроме того, сводные сестры всячески старались как бы посильнее ее огорчить. Насмехались над нею, высыпали горох и пшеницу в пепел, и ей приходилось сидеть и выбирать их оттуда. Вечером, когда она уставала от работы, ей приходилось ложиться спать не в постель, а на полу, рядом с печкой. И от того, что была она всегда в золе, в пыли и грязное, прозвали ее сестры Золушкой. Но вот случилось однажды, что король затеял пир, который должен был длиться целых три дня, и созвал на праздник всех красивых девушек страны, чтобы сын его мог выбрать себе невесту. Когда две названные сестры узнали о том, что им тоже можно явиться на пир, они мигом стали наряжаться и прихорашиваться. Золушка тоже хотела пойти потанцевать, но мачеха не отпустила ее, потому что у нее не было ни платья, ни туфель, да еще и грязная она. И тут же злая мачеха высыпала миску пшеницы в пепел и сказала, что если Золушка соберет ее за два часа, тогда может идти вместе с сестрами. Вышла Золушка в сад и заплакала. И тут прилетели два белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. Налетели они на пепел и начали клевать, и так выбрали все зернышки в мисочку. Не прошло и часу, как закончили они работу, и все улетели назад. Принесла Золушка мисочку своей мачехе, стала радоваться, думая, что ей можно будет идти на пир, но мачеха все равно не отпустила ее. Повернулась она спиной к Золушке и поспешила со своими двумя дочерьми на бал. Когда дома никого не осталось, села Золушка на пол и заплакала от горя. И тут прилетели два белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. И сбросили они платье и туфельки, блестящие и все в золоте. Надела она быстро это платье и явилась на смотрины. Увидели ее сводные сестры и мачеха и подумали, что это должно быть какая-то чужая королевна. Такая красивая была она в своем золотом платье. Им и в голову не приходило, что это Золушка. Вот вышел ей навстречу королевич, взял за руку и стали они плясать. И так понравилась ему Золушка, что не хотел он танцевать ни с какой другой девушкой. Проплясала она до самого вечера и хотела уже домой возвращаться, но королевич попросил ее проводить. Ему хотелось узнать, чья эта девочка-красавица и где она живет. Но Золушка убежала от него и взобралась на голубятню. Королевич велел разрушить голубятню, но в ней никого не оказалось. И нигде рядом не мог он найти свои прекрасные знакомки. Никто не мог догадаться, что Золушку спасли голуби, которые унесли ее домой. Огорчился королевич и пошел во дворец, опустив голову. И вдруг он увидел туфельку. Поднял ее. Она была такая маленькая и нарядная и вся из чистого золота. Принц догадался, что когда Золушка от него убегала, то туфелька с ее левой ноги осталась на одной из ступенек. Обрадовался королевич и велел отыскать хозяйку этой туфельки. И кому она подойдет, на той он и женится. Вернулись родители с бала. Видят, спит Золушка в своей рубахе на золе. И горит у печки тусклая лампочка. Обе сестры отправились в свои комнаты с надеждой, что завтра именно им повезет надеть золотую туфельку. На следующий день приехал королевичка к дому и сказал, чтобы выходили все, кто хочет примерить туфельку его будущей жены. Вышли две сестрицы, а Золушку мачеха заперла в доме и не выпускала. Примерила старшая сестра. Мала туфелька. Примерила младшая сестра. Велика туфелька. Хотел было уезжать принц, но Золушка вылезла из окна и выбежала к нему. И надела туфельку. И пришлась она ей как раз в туфельку. Посмотрел королевич ей в глаза и узнал в ней ту самую красавицу-девушку, с которой он танцевал. Взял он Золушку, посадил на коня и ускакал с ней свадьбу играть. А сестер и мачеху велел запереть в их домики и никогда их оттуда не выпускать. Вот так были они наказаны за свою злобу и обман.